В Сочи по официальной статистике курит 28% населения, когда в среднем по России табакозависимых 37%. Больных наркоманий на курорте 0,25% числа населения, а хронических алкоголиков чуть меньше 1%. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ «Время» программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Данные статистические. Под учет попали горожане, которых задержали правоохранители. Но проблема, как известно, намного шире. Количество больных наркомания и алкоголизмом в разы больше. С подобным злом нужно не только бороться, но и предотвращать его, уверены в Сочи. До недавнего времени в нашем городе работало единственное в стране управление по профилактической работе с населением. Сегодня оно реорганизовано в департамент, который, ко всему прочему, взаимодействует с правоохранительными органами. И наш гость сегодня, директор департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Сочи, Александр Петухов. Здравствуйте, Александр Югитарович. Здравствуйте. Итак, на что опирается озвученная мной статистика и откуда эти цифры? Эта статистика опирается как на данные соцопросов, которые проводятся у нас в городе, так и на данные официальной статистики, на данные Минздрава, на данные наркологического диспансера. То есть, причем хочу сказать, что доля лиц, страдающих алкоголизмом, соотношение с долей лиц, страдающих наркоманией, значительно выше. Это в целом и по России, и касается, в общем-то, и нашего города. Александр Викторович, вы долгие годы возглавляли наркополицию курорта. С закрытием ведомства вас пригласили возглавить муниципальное управление по профилактической работе с населением. Сейчас ваши полномочия расширены, и вы возглавляете департамент по взаимодействию с правоохранительными органами. Для вас, как человека, работавшего в силовой структуре, тяжело ли было перестроиться на новые, другие принципы работы? В общем-то, принципы работы тут едины. Это, в общем-то, профилактика преступности, это взаимодействие с правоохранительными органами. Поэтому, собственно говоря, помимо того, что добавилось в функционал дополнительно, именно в организационном плане, в общем-то, ничего нового не произошло. Только, скажем так, аккумулировались силы те, которые осуществляли непосредственную профилактику, то есть управление по профилактике, то есть работали именно с населением в смысле этого слова. И плюс взаимодействие с правоохранительными органами для того, чтобы, в общем-то, скоперировать это более, так сказать, эффективно, в общем-то, взаимодействовать в этом плане направлении, прежде всего, профилактическая работа. То есть работа не останавливалась, получается? Нет, нет, это все, в общем-то, идет, так сказать, в режиме онлайн. Ваше управление начало не совсем популярную, но очень нужную работу с лицами без определенного места жительства. Как идет эта работа? Попробовали мы систематизировать здесь, в общем-то, эту проблему на базе мирового опыта. Которые имеются, изучили, как это происходит не только в других регионах страны, но и, в частности, в других странах, в принципе, как бы. Понятно, эта проблема, она существует абсолютно везде, абсолютно везде. Потому что такое явление, как бродяжничество, оно имеет под собой еще и, оказывается, философский смысл. То есть есть бродяги, которые действительно попали в тяжелую жизненную ситуацию, которые лишились крови над головой, но они имеют решимость, так сказать, бороться за свою жизнь, имеют намерение работать и имеют намерение встать на ноги. А есть те, для которых это, в принципе, образ жизни. Ну, не секрет, вот помните, если еще в 60-е годы, прошлого столетия, были так называемые движения хиппи, там они пропагандировали этот стиль, бродяжничество, свобода и все такое. Вот такие у нас люди здесь появляются в Сочи, и особенно потому, что здесь благоприятствует погода, теплые условия жизни, миролюбивые, очень приветливые граждане наши сочинские. Вот, настроение, соответственно. Как с ними взаимодействуете? Ну, с ними мы не взаимодействуем, а мы с ними, так сказать, организуем работу. То есть, такие лица выявляются, доставляются в органы внутренних дел территориальные, и там, значит, проверяются на предмет причастности к правонарушениям, к преступлениям, кто-то находится в розыске. То есть, соответственно, с этим, если он находится в розыске, значит, с ним начинают работать правоохранители. Если человек, так сказать, просто находится в такой ситуации без документов, где-то как-то что-то, ему предлагаются услуги социального плана, то, что у нас мы имеем сегодня на территории Краснодарского края, это социальные дома, так сказать, для временного пребывания. Значит, помогаем им, доставляем туда их, помогаем им так добраться, да. Это в Краснодаре у нас есть хорошие, так сказать, условия, довольно-таки хорошие. И в Туапсе, вот, там с ними проводится работа, им предлагаются, опять же, предлагаются определенные социальные, так сказать, услуги, в том числе и по восстановлению документов, в том числе и по восстановлению связей с родственниками, в том числе и по, предлагаются какие-то варианты трудоустройства. Но помимо государственных, есть еще у нас целые, так сказать, на территории города и на территории Краснодарского края, есть такие общественные учреждения, которые, в общем-то, предлагают крышу над головой этой категории людей, но берут туда они, соответственно, только тех людей, которые намерены встать на ноги, у которых есть положительный, так сказать, позыв души, которые готовы трудиться, которые готовы отказаться от пагубных зависимостей, таких как пьянство, допустим, да, и, в общем-то, эта вся система в комплексе, когда она начинает работать, ну, бомжей становится меньше на территории города. Как бы, поймите, если этим вообще не заниматься, то это явление, оно расцветет очень сильно, и все сразу почувствуют на себе определенный дискомфорт, в том числе и гости, и жители города. Это такая тематика, которая должна быть в работе постоянно. Понятно, что в таких случаях тяжелее всего преодолеть ментальность этих людей. А есть примеры, когда удавалось помочь реально таким людям, или это чаще игра в одни ворота? Есть, конечно же, конкретные примеры, скажем, там ментальность поломать не удается, как правило, но если среди вот этих людей находятся люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, прежде всего, конечно, задействуется потенциал, выясняется, так сказать, местонахождение родственников, и вот ни один пример мы имеем конкретный, когда родственники приезжали, мы их, так сказать, вступали с ними в переговоры, они приезжали, забирали их отсюда, так сказать, и, в общем-то, это нормально, это нормально. Мало ли какая ситуация там, в общем-то, у каждого своя индивидуальная жизненная ситуация, и здесь требуется индивидуальный подход, поскольку мы все, так сказать, независимо от того, имеем место жительства, имеем крышу над головой, не имеем, мы все граждане России, все пользуемся одними и теми же правами, живем в рамках одного правового поля. В соответствии с этим у каждого, так сказать, свои обстоятельства жизни, своя судьба, и мы просто помогаем, оказываем помощь в том, чтобы человеку встать на ноги, помочь в этой тяжелой ситуации. По курению, вернее, борьбой с этой зависимостью, есть какие-то успехи? То, что касается, скажем, курения, у нас отношения особые, и глава города, и поддерживает это движение «Хартия Сочи против табака», очень активно, так сказать, у нас идет и информирование населения в этом плане, и работает и кабинет отказа от курения на Чайковского, 6, Центр здоровья. Там непосредственно, постоянно, в ежедневном режиме проводится прием пациентов, прием тех, кто имеет намерение, желание бросить эту пагубное пристрастие. Ну и согласно статистике, в общем-то, у нас Сочи выглядит предпочтительно на фоне всего края Краснодарского, меньше курящих у нас людей. И тем более на фоне, так сказать, других субъектов Российской Федерации. Эта борьба, ну, она имеет реальный результат, можно сказать. Ну, хотелось бы отметить единственную, так сказать, странную тенденцию, что у нас мужчины курят меньше, чем женщины в последнее время, да, по статистическим данным. То есть вот почему-то мужчины как-то эффективнее реагируют на вот эти вот моменты, и, в общем-то, жалко, конечно. Надо над этим делом продолжать работать, да. Ну, наверное, разные меры подействовали, да, и то, что специальные места для курения отвели, где-то вообще запретили курить, и акции профилактические тоже по улице. Да, это все целый комплекс мероприятий. Мы, как бы, опять же, и в этом плане у нас очень, так сказать, изучается опыт тот зарубежный, который имеется в этом плане. Мы смотрим возможность его применения, так сказать, какие-то креативные мероприятия берем, да, и шествия, организуем какие-то противотабака, и формируем это на фоне, так сказать, в общем-то, того, что организуем специальные места для курения, выделяем как-то, в общем-то, индивидуально. И индивидуально профилактическая работа, это когда у нас врачи непосредственно в халатах ходят по городу, и, ну, так сказать, в составе там группы товарищей подходят и начинают профилактические беседы, непосредственно общаются, убеждают в том, что курить это вредно, что это, в общем-то, ну, я считаю, когда идет массовая такая работа информационным планом, то, по крайней мере, количество курящих должно, конечно, снижаться. Наркомания. Проблема номер один сегодня. Видов наркотиков множество, как и пути их распространения. Что удается делать сегодня в этом направлении? Как удается противодействовать новым, современным схемам преступников? Вчера вечером прилетел из Москвы, принимал участие в международной конференции парламентарии против наркотиков, которая проходила в Госдуме. Очень, честно сказать, впечатлила состав ее участников. Это 46 государств принимали участие. Это министр иностранных дел Лавров, который взял на себя сейчас, так сказать, вот этот флаг, после того, как ФСКН не стало, именно международного, так сказать, сотрудничества в этой борьбе. И то, что я там услышал, в общем-то, мне было очень интересно, поскольку я этой тематикой занимаюсь давно, оказывается, что в этом году вырос объем производимого героина в Афганистане, соответственно, его надо будет куда-то сбывать. И в то же время послушал европейских, так сказать, парламентариев, которые выступали, и представители были министерств различных, то есть выступали из Италии, из Франции. И они говорят о том, что Европа захлебывается от синтетических наркотиков. Они говорят о том колоссальном вреде, который они испытывают от вот этой экспансии синтетических наркотиков. Мы, получается, так сказать, между Европой, между Афганистаном, между Азией, тут в центре, у нас, конечно же, настоящая беда сейчас и с синтетическими вот этими наркотиками, так называемыми спайсами и солями, и с героином с этим, который также идет валом через различные каналы, в том числе через Республики, СНГ, через вот эти вот различными путями поставляются сюда. То есть в этой связи особенно важным и актуальным становится тот момент, что нам необходимо бороться по всем направлениям. Здесь, конечно, по всем направлениям. Прежде всего, работать с молодежью в плане того, в плане первичной профилактики. Важно не допустить первой пробы, важно пропаганда здорового образа жизни, важно, чтобы это было как вообще чужеродное явление, пускай оно где-то существует в мире, но нам очень важно, чтобы наша молодежь четко понимала, что это зло, это абсолютный вред, что это абсолютно неприменимо. То есть и самое важное, мы должны учить нашу молодежь. В принципе, как бы основной момент, иметь силу, иметь волю, иметь мужество, в нужный момент сказать «нет» тем, кто предлагает это. То, что касается синтетических наркотиков, я могу единственное так сказать, обозначить, что насколько пагубна вот эта зависимость, она влечет не только отравление физическое всего организма, там, а опасность еще и в том, что возникает глюциногенный сильный эффект очень, да, и человек в результате этого, ну, может сброситься с крыши дома, допустим, или взять, порезать себя каким-то образом, нанести какие-то увечья себе и окружающим. Вот это вот печальная такая, так сказать, составляющая. Это касается именно синтетических наркотиков. Ни для кого, конечно, не секрет, что наркотики – это верный спутник преступности. В принципе, как бы у нас по статистике до 70% преступлений совершаются в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения. В 21 век время меняется, меняются и преступные схемы, они становятся более современными. Я так понимаю, сейчас все через интернет происходит, и заказывают, и расплачиваются. Вот в связи с этим, насколько сложнее стало выявлять, бороться с этими преступниками? Да, опять же, на этой межпарламентской сессии международной звучала, так сказать, абсолютно проблема везде идентична. Весь сбыт, по сути дела, перешел, так сказать, в это интернет-пространство. Осуществляется с использованием интернета, схемы действительно сложные. И сложно добраться бывает, но, так сказать, путем расширения международного сотрудничества на этом направлении нам все-таки, я надеюсь, что удастся добиться, в общем-то, существенных успехов в борьбе с этим злом. Потому что все, в общем-то, единообразны и очень воодушевлены этим. И итогом вот этой межпарламентской сессии международной было принятие декларации международной, то есть, как бы, в которой четко прописано и выражено намерение бороться всем направлением, и в том числе по правоохранительному, то есть, взаимодействие между Министерствами внутренних дел, взаимодействие, так сказать, с международной наркопреступностью, с каналами, взаимодействие с отмываниями денег и все прочее. Это глобальная проблема, понимаете, и ее нельзя рассматривать в какой-то определенной территории. Это проблема глобальная и для России, и для всего мира. Давайте поговорим о проблеме рекламы наркотиков среди несовершеннолетних. Она есть в интернете, в соцсетях, и даже на стенах краской пишут, где можно приобрести дурман. То, что касается проблемы рекламы, она действительно, то есть, как бы, есть, везде присутствует и пишут и на стенах, значит, и в интернете, и рассылки на телефон приходят, бывает, что, да, поскольку базы каким-то образом сливаются, телефонные. Значит, ну, здесь еще раз хочу сказать, на первый план у нас выходит именно профилактика и необходимость того, чтобы люди были информированы о том, что это всего лишь навсего, то есть попытка вовлечения человека либо в зависимость, либо попытка вовлечения в сбыт, где он будет первым, так сказать, расходным материалом, который достанут правоохранительные органы. По результатам 2016 года я могу сказать, что за весь год в Сочи привлечено к ответственности за незаконный оборот наркотиков 186 молодых людей, это данные государственной статистики, в возрасте от 18 до 32 лет. 186 человек, это, ну, это для нашего небольшого города, это очень серьезная цифра. Там, конечно, есть и сочинцы, есть несовершеннолетние, но молодежи, которые вовлекаются туда в качестве так называемых закладчиков, которые раздражают жителей нашего города, самый настоящий расходный материал, который вербуется самым таким, скажем так, простым способом, то есть человеку поступает предложение по интернету на телефон, если он дает согласие, он должен отправить туда, на тот адрес, свою фотографию, плюс свою фотографию с открытым паспортом, со своей прописочкой, значит, плюс фас-профиль, и чтобы этот человек чувствовал, что он несет на себя ответственность за этот материальный субъект наркотики, то есть который ему будет передаваться в результате, поскольку у нас, вы знаете, пространство наше контролируется, в том числе и правоохранительными органами, да, и ни для кого не секрет, здесь он становится, у нас попадает самый первый, вот он сам себя объявил, вот фотография моя, вот я согласен с вами сотрудничать, он объявляет себя и становится автоматически, то есть, по сути дела, ничего дальше нет проще, как его, так сказать, отсредить, и таких вот молодых людей, людей, к сожалению, которые губят, губят, понимаете, в буквальном смысле свою жизнь на корню, вот не подумав, согласившись на это, вступив в этот, так сказать, преступный синдикат, сговор в виде расходного материала самого, они попадаются первые, и в основном это, так сказать, вот этот контингент. Те, которые организуют сбыт, они сидят где-то там, скажем так, за границей, держат ноутбук на коленочках, и, так сказать, пытаются, вот, не выходя из дома, вот эту всю ситуацию обрисовать. До них тоже доходят руки, и таких тоже фиксируется, и сроки очень жесткие, но проходит год, бывает два, бывает и больше, пока до них добираются, пока эта вся, так сказать, схема будет расследована, доказана, это, конечно, нужно время. А вот этот вот, наша молодежь, к сожалению, вот что обидно, молодые люди, покупающиеся, вот, которые на вот эти рекламные объявления, они становятся жертвами. Возможно, мы что-то не озвучили, какие еще профилактические мероприятия проводятся в нашем городе? Профилактические мероприятия с самого разного плана у нас в городе проводятся, это и лекции, я лично читаю, в общем-то, постараюсь бывать в учебных заведениях, и в высших, и в средних, и стараюсь донести вот какие-то вот эти моменты до молодежи, стараюсь с целью информирования и с целью правильной постановки, так сказать, ну, вот, каких-то жизненных ориентиров, стараюсь, чтобы эти лекции были интересны. Это и массовые спортивные мероприятия, которые, спорт против наркотиков, которые проходят под этой эгидой. Это и, скажем так, вовлечение каких-то общественных организаций, вот в эту, так сказать, составляющую, которые тоже определенную несут лепту. В общем, целый комплекс, в принципе, как бы мероприятий. У нас в школах на уровне нашего, так сказать, Министерства образования Краснодарского края, целый комплекс мероприятий проводятся в школах. Педагоги обучаются по специальной программе, они тоже работают с учащимися непосредственно по этой тематике. Вот. Очень важен момент ранней профилактики здесь. То есть очень важно обнаружить вовремя человека и правильно профилактировать с ним. Это и моменты, когда у нас, в общем-то, учащиеся в добровольном порядке, но все-таки подвергаются тому, что идет обследование биологических жидкостей и выявляются лица, потребляющие наркотики среди учащихся. В завершении программы немного сменим тему. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже провел совбез по подготовке к новогодним каникулам. Как эта подготовка будет вестись в нашем городе и что меняется в работе правоохранителей? Губернатор Краснодарского края действительно провел Совет безопасности, на котором были рассмотрены меры по обеспечению правопорядка и меры противопожарной безопасности на территории Краснодарского края в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников и в период, так сказать, зимнего курортного сезона. Эти меры касаются не только противопожарной безопасности, они касаются и различных, так сказать, антитеррористической направленности, то есть это и меры, касающиеся работы служб, бесперебойных служб ЖКХ и транспорта. Это целый комплекс мероприятий, который, в общем-то, позволяет нам безопасно себя почувствовать и провести праздники без эксцессов. Абсолютно все структуры задействованы, вовлечены в это направление, работают. Все четко знают и понимают свои задачи. У нас будет работать на период новогодних праздников и праздничных мероприятий оперативный штаб, плюс будут также работать межведомственные группы по направлениям, по каждому из направлений, так сказать. И, в общем-то, в координации будут обеспечены безопасность и порядок на территории края. Александр Викторович, спасибо вам огромное за исчерпывающий ответ и удачи-удачи в вашей такой важной работе. Спасибо. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был директор департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Сочи Александр Петухов. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий города Сочи. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин